Казахстан Казахстана, первое упоминание о которой есть на карте 1680 года. Город существовал задолго до того, как его якобы основали русские, по их версии истории. Или та же Сибирь. Предки казахов проливали за нее кровь в сражениях. В этих краях лежит немалая часть славной истории Казахстана, на бывших северных окраинах, ставших ныне южными рубежами России. Здесь творил Курмангазы. Здесь произошло объединение руководителей Алаш-Орды. Здесь впервые печатные произведения на казахском языке увидели свет. Идеология советского тоталитарного строя наложила жесткое табу на искреннее желание казахского народа написать свою подлинную историю. Небольшая группа передовой алашской интеллигенции во главе с Алиханом Бакейханом и Кашкекеменгером, попытавшаяся в начале прошлого столетия как-то восполнить этот пробел, была на корню уничтожена. Она оказалась в составе более 120 тысяч невинно репрессированных Москвой казахов. Идеология Российской империи, советская идеология и продолжающая ее славные в кавычках традиции российская, имеет в одной из своих основ миф о щедрости империи, якобы подарившей Казахстану значительные территории. Разумеется, что никаких подарков земли от России казахам не было и в помине, и это хорошо известно. Во-первых, уже при принудительном вступлении в российское подданство еще в 18 веке казахи имели достаточно земель и входили в состав Российской империи вместе с ними. Среди многих свидетельств и документов об этом, в частности, говорит текст присяги, утвержденной коллегией иностранных дел для принятия ханом младшего жуса Абдулхайр ханом от 26 марта 1731 года. Такожде купцам российским подданным, ездящим из Астрахани и других мест караванам и особ к нам кайсакам и через наши жилища и кочевья в другие места, никакого препятствия и обид не делать. Как видим, жилища и кочевья, а стало быть и земля, на которой она располагалась, наличествовали на момент принесения присяги русской императрице. Такие же клятвы приносили все другие казахские ханы, вступавшие в российское подданство. И никогда в наличии у них земли никто не сомневался. Уже этот документ полностью разрушает все построения тех, кто высказывался о том, что будто бы земля казахам была подарена Россией. Напротив, казахи вошли в состав России со своей землей, бывшей у них прежде. А после значительную часть этой земли русские у казахов нагло отобрали, по сути ударив в спину. Северный Казахстан никогда не был исконно русским, как об этом любят говорить в России. Майор Иван Григорьевич Андреев, который участвовал в сооружении Семипалатинской крепости, в 1784-1790 годах написал описание Средней Орды киргиз-кайсаков. Это была не его личная инициатива, а приказ командира Сибирского корпуса, генерал-поручика Огарева. Эти самые киргиз-кайсаки, то есть казахи, были их главными противниками, против них сооружались крепости и пикеты, и офицерам надо было своего противника знать. Помимо всего прочего, Андреев писал о границах казахских владений. Здесь же за приличное сочтено объявить известное, что границы сего народа со времени взятия Сибири и по совершенном покорении татар от реки Ишима, где ныне город Ишим, на реку Табол, где город Курган, и на реку ж впадающую Тар, где город Тара. Но в последующие времена по учреждении и заведении Иртышской линии до крепости Усть-Каменогорской отнесены также и отграничены в 1752 году новою линиейю от Звериноголовской через Тарскую, Ишимскую и Тобольную дистанции на крепость Омскую, то сие киргизы отошли далее в степи. В общем, тут все довольно ясно. Было Сибирское ханство, татарское, завоеванное Ермаком, и оно с юга по линии Ишим-Курган-Тара граничило с казахами. После завоевания Сибирского ханства эта граница простоялась с 1585 по 1752 год, то есть 167 лет. Таким образом, эта полоса земли была казахам не подарена, а наоборот, захвачена у казахов, отрезана линией крепостей с пушками. Пушки эти регулярно обновлялись, и известно, что даже в начале 19 века отливались пушки для крепостей пограничных линий. В 1812-1817 годах было выпущено 243 пушки, некоторые из которых сохранились в музеях Петропавловска и Усть-Каменогорска. Казахам для пересечения пограничных линий требовалось получать разрешение и оставлять заложников, аманатов. Как же именно происходил захват казахских земель Россией? И почему русские ударили Казахстану в спину? На этом стоит остановиться подробнее. Пожалуй, одной из малоосвещенных и запретных страниц национальной истории казахского народа была и остается проблема серии аннексий исконно казахских земель Российской империи, в том числе в северной части казахского государства, применительно к середине 18 века. Эта тема весьма важна не только с точки зрения торжества исторической справедливости, но и необходимости провести небольшой исторический ликбез для безапелляционных и безосновательных заявлений ряда российских политиков, которые периодически угрожают казахской независимости, территориальной целостности и угрозами изменения закрепленных государственных границ. А иногда, что еще опаснее, отказывают Казахстану в наличии в прошлом своей государственности. Процесс заключительного этапа казахско-джунгарского противостояния в начале 50-х годов 18 века по времени совпал с активизацией военной машины царизма в северном Казахстане. Джунгарское ханство, занимавшее огромные территории от Тибета и Китая на юге, до юга Сибири на севере, от юга Урала и Хивинского, а также Бухарского ханств на западе, до Халхомонголии на востоке, с 17 века пыталось завоевать земли казахского ханства. Джунгары представляли военную опасность не только для казахов, но и для Средней и Центральной Азии, а также для Российской империи. Последнее, вот-вот приняв часть казахских родов и племен в свое подданство, не дождавшись окончательного укрепления своих новых границ на землях бывших казахских кочевий, встало на путь продолжения широкомасштабного захвата территории своих новых подданных, весьма занятых окончательным разгромом Джунгарии. При этом никто не валялся ни в чьих ногах, прося кого-то о помощи. Казахи русских ни о чем не просили. Да и помощь ни вооружением, ни живой силой России казахскому ханству не была оказана и никто не освобождал Северный Казахстан. Наоборот, принятие российского подданства, изначально не предполагавшее потери казахами политической независимости, обернулось для казахов утерей значительных земельных массивов и позднее незаконной ликвидацией самого государства. Вместо защиты своих новых подданных казахов от потенциального и реального вторжения Джунгар, царизм задумал отторгнуть часть земель среднего жуса. В этом и состояла сущность Российской империи. Ввиду того, что старо-ишимская оборонительная линия представляла собой вытянутую и слегка искривленную дугу, а не относительно ровную линию, в высших российских правительственных кругах возникает имперская идея о ее изменении в сторону выпрямления. Действительно, в военно-стратегическом плане она была очень неудобной. Например, много времени уходило на то, чтобы по старой линии добираться от Волжско-Яицких крепостей до Омска. И тогда началось вероломное наступление царизма. Еще не успели привести верхушку казахов младшего и среднего жуса к присяге на подданство Российской империи, как царизм сразу же перешел к составлению проектов по выдвижению пограничной линии вглубь казахских кочевий. Такая оперативность во многом объяснялась рядом сложившихся военно-политических обстоятельств. Во-первых, для казахов все еще велика была джунгарская угроза, под прикрытием которой царизму можно было почти безболезненно провести любое изменение границ. Во-вторых, относительная гарантия безболезненного изменения существующих границ в некоторой степени обеспечивалась тем, что казахи в это время де-юре стали, если не реальной частью Российской империи, то хотя бы ее союзником на правах вассального государства. Кроме того, в постепенно высвобождавшуюся от врага этническую территорию в Джунгарию сразу же хлынула значительная группа казахов, пока в какой-то степени компенсировав земельную тесноту. Правительству были предложены несколько вариантов изменения старых границ. Согласно указу Сената от 4 декабря 1745 года по ходатайству оренбургского военного губернатора Неплюева и сибирского губернатора Саймонова с целью защиты внутренней стороны от набегов Хищников, такая вот была формулировка, была начата подготовительная работа по проведению новой линии от урочища Звериноголовская до Омска. Осматривавший эти места генерал Сташкеев представил свой план проведения новой линии, который был представлен на обсуждение правительства им в 1746 году. Генерал Киндерман представил свой план, далеко не расходящийся с проектом Сташкеева. Предложение Киндермана было утверждено Сенатом в 1752 году, когда в том же году началось быстрое выдвижение пограничной линии вглубь северных кочевий казахского государства до 250 верст и оперативное строительство новых крепостей Покровской, Николаевской, Лебяжьей, Полудиной, Петропавловской, Становой, Пресновской, Кабаньей, Пресногорьковской и Звериноголовской. Все казахское население – аргины, кепчаки и киреи, вдруг оказавшиеся между двумя линиями, были насильно выдворены. Хан Абдул-Мамед и султан Абылай ввиду занятости на джунгарском направлении не смогли оказать своевременное военное противодействие. В 1752-1755 годах в основном был реализован план выдвижения и строительства новой и выпрямленной пограничной линии. Она стала состоять из девяти крепостей и 53 редутов, соединив на протяжении 540 верст Уйскую линию с Иртышской. Как видим, царизм пошел на уменьшение дорогостоящих крепостей и на резкое увеличение числа форпостов. Это объясняется тем, что, во-первых, строительство крепостей обходилось значительно дороже, во-вторых, массированная атака казахов небольшими отрядами по всей новой ишимской линии, пытавшихся вернуть земли казахского ханства после изгнания джунгар, подтвердила выгодность строительства именно небольших укреплений в виде редутов, расположенных на не очень значительном расстоянии друг от друга. Остерегаясь прихода и мести обманутых казахов, на новой ишимской линии были сконцентрированы значительные военные силы, состоящие из 2518 башкир, двух драгунских полков, 800 казаков и эскадрона регулярных войск. Будучи прекрасно осведомленными об обострившихся отношениях между казахами и башкирами, царизм и здесь смог извлечь для себя определенную выгоду, противопоставив их друг другу. В результате одностороннего выдвижения Российской империи пограничной линии казахско-российская граница оказалась намного южнее прежней. В некоторых местах пограничные знаки были переставлены до 200-250 верст. Это, естественно, не могло не нарушить сложившуюся систему перекочевок степняков, лишило многие казахские роды наиболее плодородных пастбищ, теперь уже оказавшихся на внутренней стороне на территории Тобольской губернии, а сегодня находящихся в составе современных Курганской, Тюменской и Омской областей. В этой связи хотелось бы привести слова российского исследователя Спасского за 1820 год на страницах сибирского вестника, где он отмечал. При самом покорении Сибири российским оружием киргизской саки, или по тогдашнему названию казачья орда, обитали, во-первых, от реки Ишима, где ныне город всего имени, до Тобола, где город Курган, и до речки Тары. После того, в начале 18-го столетия киргизы опять показались. Новая линия обороны, по словам казачьего исследователя Золотова, по качеству почвы и растительности своей территории не имела недостатка ни в пашенных полях, ни в сенокосах, ни в березовом и осиновом лесе, ровно пригодном на все потребности населения. Правда, вода по преимуществу была солоноватой, что не могло не доставить строителям и новым освоителям этих земель определенных трудностей. Поэтому эту линию иногда стали называть «горькой линией». Кроме того, сравнивая старую и новую линии, нельзя было не заметить, что граница заметно выпрямилась. Это обещало царизму ряд преимуществ. Во-первых, несколько уменьшалось количество укрепленных крепостей, форпостов и редутов. Во-вторых, расстояние от Волжско-Яицкого плацдарма до Омска заметно сокращалось. В-третьих, Россия приращала свои территории новыми плодородными землями, исконно принадлежавшими казахам, что вполне отвечало колониальным устремлениям усиливавшейся Российской империи. В первые годы одностороннего переноса границы Старая Ишимская линия продолжала функционировать внутри Ново-Ишимской, ввиду возможности мести и попыток казахов вернуть свои исконные кочевья. Об этом писал советский историк Аполова. Несмотря на то, что Старая Сибирская линия утратила свое прямое назначение, ее опорные пункты, слободы Аббадская и Коркина, а также некоторые деревни оставались укрепленными. Караулы в форпостах несли служилые люди, в слободах и деревнях – крестьяне. С автохтонным и коренным населением края казахами царизм распорядился по-своему. Традиционно все они были оттуда насильно выселены. Уже тогда небольшие группы казахов, занимавшие подзимние стоянки эти места, были вынуждены откочевать на юг Казахстана. Естественно, это не могло не вызвать взрыва возмущения среди коренного населения этих мест. Поэтому новая линия не смогла обеспечить безопасность жителей внутренних округов, увеличившейся по площади Тобольской губернии. Набеги обманутых казахов по всей ново-ишимской линии удалось остановить только лишь к началу 80-х годов XIX века, то есть почти спустя 150 лет, при активном участии Сената. Эти события достаточно обстоятельно описаны одним из известных исследователей Западной Сибири Петропавловским. В Курганском, Ишимском и Тюкалинском округах борьба крестьян шла с киргизами, так тогда называли казахов. Чуть ли не до последнего времени отстаивали свои права хозяев. Еще в 40-х годах нашего столетия, имеется в виду XIX век, происходили кровавые стычки между крестьянами и киргизами. Нежелание казахов лишиться огромного и плодородного земельного массива в Новоишимском районе, это участок земли между двумя оборонительными линиями, отмечает один из видных российских исследователей XIX века, Гагемейстер. Киргиз-казаки, то есть казахи, в свою очередь не переставали сражаться с русскими на Ишимской линии. Ряд исследователей нового времени, например Красовский, отмечают, что новая линия была построена якобы для защиты казахов от джунгар. Но в этом отношении весьма поучителен один пример. 31 января 1755 года указом военной коллегии Аблаю Султану и его сподвижникам было отказано в прибежище на новой линии от наседавших тогда на них джунгар. В этом ему начальники линии на основании указа военной коллегии от 31 января 1755 года отказывают. Тем самым окончательно убеждают Аблая в том, что от русского правительства столь неосновательно опасающегося таких ничтожных врагов как джунгары и из одного этого опасения, отказав прикрыть подвластных ему киргизов, нечего ожидать в будущем. С этих пор до конца своей жизни он поступает с нами столь же коварно, как и мы с ним. А жаль было лишаться доверия одного из самых популярных султанов. Аблай имел для нас значение больше, нежели нелюбимый народом Абулхаир. Совершенно понятно, что царизм больше думал о расширении своих земель за счет казахов, нежели о защите последних от джунгарской агрессии. Поэтому однозначно можно утверждать, что новая ишимская линия служила российскому царизму защитой вновь приобретенных земель от недавних же их хозяев – казахов. Тем более документы того времени пестрят предписаниями центральных и региональных властей о необходимости соблюдения настороженности от таких неприятелей, как новые подданные казахи. Безусловно, факт джунгарской угрозы сознательно и неоправданно завышен позднейшими исследователями нового и в особенности новейшего времен. Первые оправдывали колониальный захват казахских земель, вторые выполняли установку советского тоталитарного режима, попытавшегося также по-своему обосновать и завуалировать факт незаконного захвата Российской империи северных земель и искусственно придать этому процессу добровольный характер. Итак, в 1752 году царизм осуществил первый и крупный земельный захват северной части казахского государства в форме выдвижения первоначальной пограничной линии и причем без каких-либо согласований с местными казахскими старшинами – биями, батырами, султанами и ханами. В результате этих неправомерных действий казахи были выселены за новую черту, значительно углубившуюся в традиционные кочевья среднего жуса до 250 верст. Это обстоятельство не могло не вызвать взрыв возмущения казахов, впоследствии вылившиеся в самовольные переходы и набеги на этот участок пограничной линии. Казахи потеряли значительный массив своих исконных земель и по площади он занимал примерно территорию современной Южно-Казахстанской области. Немного спустя, опробировав эксперимент по военному захвату северной части казахского государства, царизм на территории северной части уже соседнего младшего жуса повторил подобный шаг уже при осуществлении прямой аннексии Ново-Илецкого района 1810-1822 годы, когда предки казахов потеряли 600 тысяч десятин плодородных земель, а также Новолинейного района 1835 год, когда царизмом в одностороннем порядке было отобрано у ее истинных хозяев уже 3 миллиона 400 тысяч десятин земли. В двух последних случаях, так же как и в самом первом, Российская империя в одностороннем порядке перенесла пограничную линию вглубь северной части Казахстана. Но это тема уже отдельного видео. А ведь был же еще и Ашаршилык, массовый голод, устроенный московской властью, в результате которого погибло более миллиона казахов. В этом Казахстан разделил судьбу Украины, где голодомор унес жизни почти 4 миллионов украинцев. Однако Россия отрицает факт геноцида казахского и украинского народов. В целом, Москва всегда занималась переписыванием истории, оправдывая свои агрессивные действия по отношению к соседям различными благовидными предлогами, представляя события в выгодном для себя свете. Россия якобы всегда всех спасала, защищала, помогала, а потом эти все получали удар в спину, лишались территорий, человеческих жизней и, что самое любопытное, своей настоящей истории. Так быть не должно. Правда, обязана звучать значительно громче имперской лжи. Братья-казахи, у вас великая история. Не отдавайте ее на откуп московским мифотворцам. Алга-казахстан! Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть ролики до официальных премьер, а также дополнительные материалы. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok